Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире Люберецкого районного телевидения программа «Открытый диалог». В преддверии празднования Дня медицинского работника, который в этом году будет отмечаться 16 июня, мы пригласили к нам в студию Ирину Штольц, заместителя главного врача Люберецкой районной больницы номер 2 по амбулаторно-поликлинической работе. Ирина Георгиевна, здравствуйте! Здравствуйте! Но у вас изменилась должность. И сегодня вы являетесь заместителем главного врача районной больницы номер 2. Расскажите о том, в результате каких реорганизаций это произошло и за какой участок работы вы сегодня отвечаете? Ну, уже прошло достаточно времени, когда произошла реорганизация здравоохранения в нашем Люберецком районе. Это декабрь 2010 года. В результате этой реорганизации образовалось три крупных лечебных учреждения. Люберецкая районная больница номер 1, Люберецкая районная больница номер 2 и Люберецкая районная больница номер 3. Поликлиническая служба города Люберца была объединена под руководством главного врача Люберецкой больницы Смирнова Владимир Павловича. Кроме поликлинических отделений туда вошли и два стационарных отделения. Значит, вот я в результате реорганизации шесть поликлиник взрослых и одна детская, они вошли в состав Люберецкой районной больницы. И для того, чтобы нормализовать работу и построить ее в одном ключе, для того, чтобы наше население получило высококвалифицированную помощь, доступна им была эта помощь, и безотказную, вот должность моя, она и заключается в том, чтобы все это обеспечить. Наверное, главный вопрос всех телезрителей, всех жителей города Люберцы, насколько сегодня унаблетован штат? Это еще и не совсем главный вопрос, конечно, хотя кадровая политика, она имеет очень большое значение. Ну, в среднем, если всех специалистов брать, то 60-55% у комплектации во всех поликлинических отделениях Люберецкой районной больницы, номер 2, составляет 60-55%. В каких специалистах сегодня нуждаетесь? Ну вот, вы знаете, в результате этого объединения мы что получили? Мы получили то, что при отсутствии какого-либо специалиста в одной из поликлиник, входящих в состав Люберецкой районной больницы, он всегда может получить, больной всегда может получить помощь в центральном поликлиническом отделении, потому что центральное поликлиническое отделение, оно укомплектовано фактически всеми специалистами. И если больному необходима какая-либо помощь, он всегда ее получит. Но это если необходимо, и если врач считает, что больной должен эту помощь получить. Не так давно в Люберцах проходила программа, была пройдена программа «Открытое письмо», в рамках которой глава города Люберца и Люберецкого района Владимир Ружицкий встречался с населением. Так вот, в гимназии номер 20 неоднократно были заданы вопросы касаемо очереди в поликлинику номер 3, о том, что записываться за несколько дней в очередях стоять невозможно, специалистов не хватает и вообще полный караул на самом деле. Насколько сегодня обстоят дела в данном медучреждении и все ли настолько плохо? Я присутствовала на этой встрече и тоже там отвечала на вопросы жителей. Значит, ну не всегда жители правильно понимают вообще записаться к специалисту. Больной не должен сам решать, какому специалисту ему идти. Для этого есть врач участковый, который при осмотре этого больного, он видит, у какого специалиста он должен быть проконсультирован для того, чтобы поставить ему правильный диагноз. И во всех поликлиниках, во всяком случае это наша установка, врачи-терапевты должны давать талоны и направления к тем специалистам, в консультации которых он больной нуждается. Но некоторые больные, они считают, что вот ему надо попасть к этому врачу, к тому врачу, но это тоже не возбраняется. В третьей поликлинике были небольшие нарушения, которые сейчас ликвидированы. Удлинился прием лор-врача, о котором как раз говорил с Навре на встрече Ружицкого с населением, невропатолога удлинился и вышел эндокринолог. Пускай не на полную ставку, но она вышла из декрета и на полставки она работает и принимает больных. То есть как бы вопрос вот в этом плане у нас нет. Осталась у нас запись по телефону, нет, осталась по телефону, она тоже увеличилась. Раньше было там 3-4 талона всего на запись по телефону. Можно также записаться к врачу и идти по самозаписи. Значит, самозапись не в этот же день предусматривает посещение врача. Значит, самозапись, это больной может планировать поход к врачу на 2-3 дня. Поэтому здесь можно сказать, что в этот же день больной может в любом случае попасть к врачу и запланировать плановое посещение на 3-4 дня вперед. Давайте подытожим то, что вы сказали чуть ранее. Все-таки я прихожу в поликлинику, хочу попасть к терапевту, ну, к лор-врачу, к любому из специалистов. Что я должна делать в этом случае? Значит, к лор-врачу с острой болью вас примет без записи. Ну, к любому специалисту. Например, у к нейропатолога спина там защемила, что ты не можешь разогнуться. Ты идешь, принимает без записи, без талонов. И острая боль должна приниматься даже и без очереди. К терапевту без талонов. В часы приема участкового терапевта больной приходит, идет к кабинету, и врач принимает. Медсестра ищет карточку в регистратуре. Мы уже говорили о том, что штат специалистов укомплектован не полностью, но достаточно для того, чтобы оказывать медицинскую помощь нашим жителям. Так все-таки помогает ли местная власть с тем, чтобы как-то привлечь молодых и новых специалистов нам в район? Очень помогает. Я считаю, что та программа, которую они утвердили и которая сейчас проводится в нашем Люберинском районе, по обеспечению жильем медицинских работников, прибывающих из других регионов Московской области и даже из других областей, она очень помогает в привлечении специалистов на работу. Вот только за этот год, 18 человек, они улучшили свои жилищные условия. Значит, вот врачи, они где-то полгода, они снимают, могут квартиры, но по истечении 4-5-6 месяцев они получают квартиры. Это очень хорошо закрепляет специалистов, и специалисты, качество их работ улучшается тоже, потому что он знает, что у него где жить, где семью разместить, он более спокойно отдается работе. Ну, действительно, это очень хороший стимул для того, чтобы селиться. Вот я работаю в районе очень давно, и вот эта программа, которую наша администрация проводит сейчас в жизнь, она очень облегчает нам кадровую политику, решение кадровой политики. Помогают, появляются новые специалисты, идут они на эти условия? Да, вот из Рязани педиатры приехали, идут, идут. Мы даем даже по интернету, вот именно предоставляется, возможно, предоставление жилья. Программа модернизации системы здравоохранения включает в себя не только привлечение новых специалистов, но также приобретение нового оборудования в медицинские учреждения. Расскажите, пожалуйста, приобретались ли в течение вот этого прошедшего года новое какое-то оборудование? Какое и что еще необходимо для наших поликлиник? Ну, всем удобнее и лучше сейчас время такое работать на современном оборудовании. Диагностика улучшается, быстрота постановки диагноза улучшается. Поэтому это вопрос, над которым сейчас руководство и нашей Люберецкой районной больницы, и Управление здравоохранения работают и уделяют очень большое внимание. Значит, в прошлом году, вот я считаю, из таких очень больших дорогостоящей аппаратуры, это в нашей поликлинике, в три наших поликлиники, в центральную поликлинику, в первую и третью были поставлены цифровые рентгенологические аппараты. Очень это мы довольны, потому что срок старой аппаратуры уже давно вышел, но мы еще на ней работали. Значит, хочется сказать, что одним из достижений, я так считаю, и, наверное, все медики считают, является открытие гемодиализного отделения. Это больные, которые раньше проводили им гемодиализ по всей Московской области. Было и им тяжело ездить, и было очень затратно тоже. Сейчас оно открыто, пускай не на всех больных, которые нуждаются в этой услуге, но будет строительство на территории Люберейской районной больницы гемодиализного центра, где, когда мы сможем, всех больных, которые лечатся пока в отделении, и очередь там большая, пролечить в этом гемодиализном центре. Значит, сейчас в этом году тоже у нас уже и заявка, и уже начинает поступать. Мы, значит, вот для лор-врача в центральную поликлинику комбайн закупили, вот он скоро будет устанавливаться. Это рабочее место врача, лор-врача. Потом, значит, ультразвукового исследования аппаратура тоже современная будет закуплена. Это будет. Ожидаем получения двух маммографов. Это в третью и в первую поликлинику. Но что еще? В настоящее время закуплено главным врачом Люберейской районной больницы дорогостоящие тоже лабораторные оборудования, которые позволяют очень расширить объем и качество проводимых исследований. Это очень большое имеет значение. Раньше у нас этим занимались такие лаборатории, как инвитро, и которые требовали вложения населения в денежных средств для того, чтобы сделать тот или иной анализ. Фактически, закупив вот это оборудование, население бесплатно получает те клинические и вообще лабораторные исследования, которые раньше они проводили за деньги. Это очень большое достижение, я считаю, для Люберейской районной больницы. Потом, значит, был закуплен для мониторирования сердечной деятельности аппарат, тоже уже действует на базе Люберейской районной больницы и в Центральном поликлиническом отделении. И поэтому больные ото всех поликлиник, которые нуждаются в этом исследовании, они присылаются в поликлинику в Центральном поликлиническом отделении и проводят это исследование. На базе Люберейской районной больницы строится сосудистый центр. И туда будет поступать уже, она уже поступает, дорогостоящие оборудования, томография, о которой население очень спрашивает и считает, что оно должно стоять в каждой поликлинике. И КТ, для исследований КТ, оно будет проводиться бесплатно. В настоящее время главным врачом заключен договор с двумя медицинскими центрами, где проводится томография. И больным, нуждающимся в исследовании, томографическом исследовании, проводится это исследование по назначению врача тоже бесплатно. Это вот на базе Ухтомской больницы и на хлебозаводе, на медицинских центрах. Там проводятся эти исследования нуждающимся, только нуждающимся, а не тем больным, которые считают, что ему это надо. Также широко мы используемся, если база наша не позволяет провести то или иное исследование, МОНИКИ, там проводят дополнительные исследования, те, которые у нас, и даже не предусмотрены для лечебных учреждений муниципального уровня. Ну, действительно, перечень того оборудования, которое вот за последнее время поступило в наши районные поликлиники и больницы, ну, колоссально. Зашкаливает. Потому что ранее подобного не было, и действительно работали на старом оборудовании, приходилось куда-то возить эти анализы, сейчас есть всё на месте. Но всё-таки всегда хочется большего. Есть ли такое оборудование, которое, к сожалению, пока ещё не закуплено, но в котором нуждаются наши жители? Наверное, оно есть. Наверное, оно есть. Ну, просто, наверное, если лечебное учреждение будет более высокого уровня, то там будет и более... Класс этого оборудования будет выше. И другое... Ну, допустим, вот... У нас вот сейчас нет, но мы ждём поступления УЗИ, доплер, приставка, где будут обследоваться сосуды и головы, и ног, и рук. Вот этот очень... Тоже жители нуждаются в этом обследовании и хотят его делать. То есть это некая инновация. Как раз об этом я хотела спросить. В связи с тем, что к нам в район приезжают новые специалисты, у нас появляется новое оборудование. Есть ли какие-то новые услуги, которые может получать наше население? Ну, конечно, конечно. Значит, вот у нас вот холтерское мониторирование с этого года начали. Лабораторная диагностика услуги очень увеличилась. Взяли врача-эпилептолога, которого у нас никогда не было, а больных эпилепсией очень много в районе, и они требуют определённого динамического наблюдения. И сейчас вот мы стараемся взять врача-сурдолога. Это врач, который работает с больными, у которых нарушен слуг. И если это получится, если у нас это будет, то мы на высоком уровне будем оказывать помощь всем слоям населения. Наши специалисты проходят ли специальное обучение для того, чтобы научиться пользоваться вот этой новой техникой, которая поступает? Ну, обычно в договоре сказано, что те, кто поставляет аппаратуру, они обучают специалистов и берут аппаратом гарантийное обслуживание. Какие врачи и специалисты сегодня наиболее загружены? Кому идут наши люди? Чаще всего. Чаще всего. Ну, это же надо и социальный срез так делать, и заболеваемость здесь анализировать. Но очень востребован. Это невролог, конечно. Невролог востребован, лора и окулист. Но я не говорю, что остальные специалисты, они тоже нужны. И у нас в центральном поликлиническом отделении находится травмпункт. Поэтому здесь очень большая нагрузка ложится на травматологов. Поэтому здесь, ну, то вот это объединение, которое создали в виде Люберецкой районной больницы, оно позволяет использовать для всего населения города Люберец любого специалиста. Но только если это показано. Мы уже затронули эту тему, когда говорили про новое оборудование, но все-таки хотелось бы вернуться и более подробно поговорить про анализы. Как сегодня сдаются анализы, в том числе анализ крови? Удобный ли этот процесс? И как жители реагируют? Сколько ждать результатов? И вообще, как налажена эта взаимосвязь? Значит, на анализы, на сдачу анализ таллона не дается. Сколько больных пришло, столько их и делают. Но тоже не как больной, а только по назначению врача. Поэтому здесь проблем никаких нет. Анализ клинический, анализатор стоит в каждой лаборатории, он, можно так сказать, во второй половине дня, он уже готов. Но обычно к врачу они приходят на следующий день и уже имеют готовые анализы. Те анализы, которые мы возим в больницу, там через два, через один-два дня анализы готовы. Но обычно и к посещению врача ведь не ходит больной каждый день. Он ходит или на третий день ходит, или там на четвертый, на второй. Поэтому проблем еще никаких нет при сдаче анализа и при получении этих результатов. Ирина Георгиевна, мы все о людях, о помощи нуждающимся. Так все-таки мы уже говорили о том, что наша программа приурочена к Дню медицинского работника. Готовитесь ли вы к своему профессиональному празднику? И как это? Ну, конечно. Значит, этот праздник один в году, и каждый готовится и хочет что-то получить. Обязательно готовятся награды и от Министерства здравоохранения, и от нашего управления здравоохранения, и от администрации, и от самих больниц. Очень хочется поблагодарить людей, которые работают в этой профессии, верны этой профессии. И ведь по большому счету хорошо работают и выполняют всю свою работу. Поэтому будут, конечно, праздники в каждом поликлиническом отделе. Им будет общий. 13-й, я знаю, это будет областной праздник. Конечно, хочется порадоваться всем этому празднику и забыть те трудности, которые были в процессе всего года. Вы, медики, действительно каждый день дарите нам жизнь. Есть ли среди ваших специалистов те, кого хотелось бы выделить отдельно, кто, ну, можно сказать, действительно всю жизнь служит на благо нашего района? Вы знаете, есть такие люди. Но я думаю, что этих людей будут поздравлять в своих поликлиниках и вот на районном собрании. А здесь вот мне хочется поздравить вообще всех медиков, потому что это праздник, и то, что этот праздник существует, и то, что эта профессия отмечена государством, правительством, это имеет большое значение. То есть эту профессию ценят. Не всегда она бывает легкой, но она всегда приносит удовлетворение. Если человек относится хорошо к своей работе, она ему приносит удовлетворение, несмотря на все сложности. И вот я здесь хочу сказать, что вот каждому медицинскому работнику хочется работать в хороших условиях, на хорошей аппаратуре, может быть, в новом каком-то лечебном учреждении. И вот в программе исполняющего обязанности губернатора Московской области Андрея Воробьева этот вопрос тоже затронут. И один из главных, что здравоохранение нужно поднимать. И у него записано и строительство новых лечебных учреждений, и повышение заработной платы, и обеспечение новым оборудованием. И я думаю, что эти все пункты будут выполнены. Большое ему за это спасибо, скажут все медики. Ирина Георгиевна, я также надеюсь, что впереди у медицинских работников светлое, доброе, хорошее будущее. Я присоединяюсь к поздравлениям, желаю вам здоровья в первую очередь, потому что вы его ежедневно отдаете другим людям. Успехов в вашей нелегкой работе. Большое спасибо, что нашли время прийти к наостазию. Спасибо. Нашим телезрителям напомню, что сегодня у нас в гостях была Ирина Штольц, заместитель главного врача Люберецкой районной больницы номер 2 по амбулаторно-поликлинической работе. Вы смотрели программу «Открытый диалог». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!